Ханья Янагихара Приходите в этот мир, приходите в эту книгу, вы отвлечетесь, вы получите удовольствие или вы испытаете определенного рода эмоции, а в эту книгу не ходите, там нет ничего достойного внимания, ничего интересного. Но книга Ханья Янагихары, это в моей достаточно долгой жизни первый случай, когда я не могу сказать ничего однозначного. Я не могу никому рекомендовать эту книгу, потому что это очень жесткая и тяжелая книга. Я сразу обозначу, что эта книга 18+, потому что в ней есть и сцены насилия, и сцены достаточно жестокие. Но тяжесть этой книги, она не в этих сценах, а тяжесть этой книги в каком-то гнетущем настроении, которое пропитывает каждое слово, каждую страницу. Да, герой этой книги Джуд, человек с тяжелым детством, детство, которое прошло в монастыре, монахи нашли его на помойке младенцам, после монастыря был приют, потом его похитил доктор-психиатр, держал в подвале, и на каждом этапе его детство над ним жестоко издевались, ему давали понять, что он ничтожество и, в общем-то, не достоин никакой жизни. Но потом он поступил в колледж, он нашел друзей, которые его искренне полюбили, когда ему было 30 лет, его усыновили люди, признали его своим сыном и окружили просто тотальной любовью, ему прощали все. Да, эта история немного похожа на сказку, когда у тебя не было ничего, и в какой-то момент ты обрел все, любовь, семью, заботу. Он сделал карьеру достаточно успешную, он зарабатывал много денег, он мог создать себе безопасный мир, но ничто это не позволяло ему избавиться от вот этих вот жутких воспоминаний детства. И, казалось бы, этого человека надо пожалеть, но он на каждой странице глубоко меня раздражал. В нем я увидела этот жуткий эгоизм, когда я страдал, и я буду страдать дальше. И я хочу, чтобы вы страдали, любя меня. Он не позволял людям любить себя, он считал, возможно, да, это покалеченное детство, он считал, что он не достоин счастья. Но он подпускал людей близко, не рассказывая историю своего детства, но ранил их тем, что не позволял им полноценной заботы о себе. И вот этот вот эгоизм, вот это вот какое-то отчаяние, что сколько бы любви ты не давал человеку, сколько бы заботы ты ему не дарил, он не оценит. И все равно каким-то единственным выходом из этого безумия будет, ну, я не знаю, смерть или самоубийство, это очень тяжело. Но в то же время я не могу и не порекомендовать эту книгу, потому что если посмотреть с другой стороны, со стороны тех людей, которые, несмотря ни на что, они любили, которые, несмотря ни на что, они предлагали эту дружбу, которые, несмотря на то, что их отталкивали, они пытались спасти. И в конечном итоге на какой-то период жизни, на какой-то небольшой момент они смогли создать Джуду вот эту счастливую жизнь. Даже вот голова в книге называется «Счастливые годы». И хотя он не избавился от этой тревоги, и хотя вот эту жизнь нельзя в полной мере назвать счастливой, эти годы тоже в нашем понимании, возможно, и не будут счастливыми, но тем не менее, тем не менее, вот это какой-то лучик надежды. Это как, вот представляете, затянувшийся ноябрь, дождливый, промозглый, он выматывает из вас всю душу. И вот вы просыпаетесь как-то утром, а на дворе солнце, и вот это вот солнце, оно дает надежду, оно дает счастье. И вы ходите, улыбаетесь, вам здорово, но потом находят тучи, и вы вспоминаете, что вы читаете «Маленькую жизнь» Янагихары. Эта книга, вот она прекрасна своей вот этой неоднозначностью, и она ужасна своей неоднозначностью. Я рада, что она случилась в моей жизни, но я не готова пройти через эту книгу вновь. Поэтому решать вам, захотите вы окунуться в эту бурю каких-то неоднозначных тяжелых эмоций, и получить вот это вот сладкое ощущение одинокого солнечного ноябрьского дня. Но выбор за вами. Им это, конечно, не нравилось. Они тоже видели дверь, они знали, что он намеревается ускользнуть. И с каждым днем погоня становилась все отчаяннее. Мчавшаяся за ним армия все сильнее, громче, настойчивее. Его мозг выблевывал воспоминания, в которых все тонуло. Он вспоминал людей, ощущения, случаи, о которых не думал много лет. Привкус чего-то вдруг алхимически возникал на языке. Нос ощущал запахи, которые десятилетиями никак себя не проявляли. Это был системный сбой. Он тонул в воспоминаниях, нужно было что-то сделать. Он пытался. Он пытался всю жизнь. Он пытался стать лучше, пытался стать чище, но не вышло. Приняв решение, он эйфорически радовался собственному оптимизму. Он сможет избавить себя от долгих лет скорби, просто покончив с этим. Он будет сам себе спаситель. Никакой закон не принуждал его жить. Он по-прежнему мог сделать со своей жизнью что угодно. Как он этого не понимал столько лет. Решение оказалось теперь таким очевидным. Непонятно было только, почему он так долго с этим тянул. Он поговорил с Гарольдом и по облегчению в его голосе понял. Слышно, что он пришел в норму. Он поговорил с Вильямом. «У тебя голос повеселее», – сказал Вильям. И в его голосе он тоже услышал облегчение. «Так и есть», – ответил он. «Он почувствовал ноющее сожаление после этих двух разговоров, но его решимость не поколебалась. Так или иначе, им он ни к чему. Он лишь скопище нелепых проблем и больше ничего. Если он сам себя не остановит, он задавит их своими потребностями. Он будет бесконечно паразитировать на них, пока не сжует их плоть полностью. Они справлялись с любыми сложностями, которые он создавал. И все равно он находил новые способы их уничтожить. Какое-то время они будут его оплакивать, потому что они – хорошие люди, лучше не бывает. И ему хотелось попросить прощения за это. Но в конце концов они увидят, что без него их жизнь стала лучше. Поэтому у Ханья Янагихара «Маленькая жизнь». Выбор за вами – читать или не читать.